Ни в одном месте, ни разу Ахмат не оставил позиции и не ушел. Там, где стоял спецназ Ахмат, мы всегда стояли насмерть. Они толпами уже убегают. Грузинские формирования оттуда вынесли все трактора, комбайны, пшеницу. Друзья, всем привет. Время восточных сказок. Шахеризада отдыхает тысяча и одна ночь от Лаптия Ладина, он же Аптия Лаудинов, сказочник. Больше он не генерал, не кто там, Ахмат Чай, не тиктокер даже, он сказочник. Сейчас немножко расскажу вам про его сказки. Теперь он назначен главным пропагандистом по Курской области. И он оттуда постоянно вещает, похоже, придумывает истории на ходу. Сейчас вам несколько таких покажу. Не забудьте подписаться на канал, жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте. А тут есть что покомментировать, очень смешно. Итак, Лаптия Ладина, Аптия Лаудинов продолжает свои сказочные истории про Курск. Он постоянно комментирует все. Там на пушке леса в Курске видели лося, Аптия Лаудинов сообщает. Что-то еще сообщает Аптия Лаудинов из Курска. Где он там в Курске, не совсем понятно, но где-то типа он там есть. И он выдал несколько смешных историй, которые я хочу с вами поделиться. Во-первых, рассказал про новые, помните, были панфиловцы, теперь лепят новую легенду про Алаудиновцев. Они же кадыровцы, они же ахматовцы, не знаю, кто они, но 22 алаудиновца, кадыровца, ахматовца сражаются 41 день в окружении. Вот это просто нереальная история. Вот послушайте. С тех пор, как мы зашли на Курскую территорию, наши подразделения встали на основном направлении удара противника. То есть, за счет чего мы, в принципе, противника и остановили. На одном из участков, непосредственно рядом с Мартыновкой, получается, мы завели своих бойцов. Но эти ребята 41 день уже, можно считать, что находятся в полном окружении, и 41 день они бьются героически, уничтожая противника. Самое интересное заключается в том, что за эти 41 день ни разу и они не изъявляли желание оставить позиции и уйти. Ну и, в принципе, конечно, мы тоже, как командование, тоже не отдавали им приказ для того, чтобы они оставили эти позиции. Получилось так, что ребята героически продержали этот участок 41 день. У нас есть в этом отряде тяжело раненые. Ну, в связи с этими потерями, получается, мы провели совещание и приняли решение о том, что надо срочно эвакуировать раненых. Ни в одном месте ни разу Ахмат не оставил позиции и не ушел. Там, где стоял спецназ Ахмат, мы всегда стояли насмерть. И вот еще одно доказательство того, что 22 бойца спецназа Ахмат, отряда Питерского, в очередной раз доказали, что Ахмат не оставляет позиции и бьется до конца. Вот такая история. Все-таки решили эвакуировать. Кто эти люди, где сражаются, никто, понятно, ничего не знает, но Лапти Аладдина историю рассказывает. Дальше, следующая история еще веселей. Про каких-то, ну, в общем, история такая. Явно лаудиновцы, кадыровцы, ахматовцы решили, как всегда, пограбить. Не могут пограбить украинцев, поэтому грабят на территории Курской области своих же типа российских фермеров. И украли у них трактора, комбайны. Ну, в общем, все, как они делали в Херсонской области, в Донецкой области. Как везде они делают, грабят и снимают тиктоки, захватывают имущество. Ну, в общем, все по классике. Набег. И в итоге они ограбили российского фермера. Но так же неудобно. И решили придумать, что это не они, а некие грузины. Внимание, наемники ВСУ ограбили. Ну, видимо, и типа грузины похожи на чеченцев. В общем, вот такая история. Послушайте, как Лапти Аладдина рассказывает, что ему даже говорят, ну, останови ты свой беспредел. Он говорит, да, это не мы, это грузины. Послушайте. Я вчера буквально общался с жительницей населенного пункта, который называется Погрибки. Это у нас, получается, на правом нашем фланге Погрибки. Туда зашли грузинские наемники. Изначально, когда на Курскую территорию заходили подразделения ВСУ, вот, получается, туда зашли грузинские наемники. Там еще такая ситуация была, что мне говорили, позвонили и сказали, Апти, там Ахмат, говорят, дословно там беспредельничает. Я им говорю, ребят, это украинские формирования, ну, если вы хотите, пожалуйста, поругайте их. Еще изначально такая тема у нас была. Это первый же день, получается, когда мы сюда уже приехали. Я хочу о чем рассказать. Что сделали эти грузинские наемники? Там, ну, жил такой, достаточно-таки серьезный предприниматель. У него было сельское хозяйство, много комбайнов, тракторов, там, оборудования всего, там, пшеницы. И знаете, что для меня интересно? Когда я узнал, что грузинские формирования оттуда вынесли все трактора, комбайны, пшеницу. Вот посреди этого всего, как они это отсюда были, конечно, я не знаю. В общем, еще одна смешная история. Дальше еще одна смешная история. Здесь вообще кажется, что он прямо в прямом эфире ее придумал. Сидит, говорит, бегут там украинцы, ой, бегут из Курской области. В количестве 60 или больше. Прямо бегут, и командиры их остановить не могут. Мы рации захватили, слышали это по рации? Вот как, послушайте. Мы фиксировали, что они толпами уже убегают, человек по 60, даже более, там они убегали, там командиры требовали, чтобы они остановились. Это все радиоэфиры, значит, когда мы рации брали их, то есть мы все это фиксировали, пересекали границу, уходили туда, никто их не мог остановить. И тут же говорит, понимаете, бегут, да, то есть ВСУ бегут из Курской области. Но тут же Лапти Аладдина говорит, создают концлагеря. Так бегут или создают концлагеря? Это как-то сложно делать. Или создают концлагеря на бегу? Как можно создать концлагерь? Знаете, что такое создать концлагерь? Они говорят, бегут, но концлагерь. Видимо, в окружении, а там же 22 кадыровца сражаются. В общем, послушайте. Владимир Рудольфович, ну у нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть, куда собрано все население. Ну вот такой вот сказочник, напомню, он рассказывал, что ахматовцы, кадыровцы так сражаются доблестно, что нет пленных. Потом сказал, да, пленные есть, но они для нас теперь уже не люди. Вот, ну в общем, путается в показаниях. Тут параллельно какие-то другие журналисты рассказывают, что какие-то и двое из отряда Аида подорвали сами себя. Посмотрите скриншот. Господи, да подорвите вы уже все там сами себя. Самый был бы правильный вариант. Друзья, пишите, что вы думаете обо всех этих сказках, этого сказочника. Бывший генерал, бывший, кто он там, полицейский, а ныне сказочник. Сказочник Лапти Аладина. На участку бороду нужно отрастить значительную длинную, чтобы он ее теребил и рассказывал свои сказки. Друзья, держим строй. Наши журналісти там. На війні. Самый сенький нуль. Чтобы мы тут, в тилу, побачили все злочины россиян против украинцев. Сюда прилетает очень много кабель. Задонать журналістам П'ятого на фронтовые отряджения и допоможи фильмовать историю цієї войны для международных судов. Та историю Украины для будущих поколений.